Привет, друзья! Сегодня мы разберем такое понятие, как вытаптываемость кровель, и почему его важно учитывать при выборе проектного решения. По плоским крышам большой площади эксплуатирующие организации периодически стещают снег или обслуживают инженерное оборудование. Но опыт показал, что кровли, уложенные по теплоизоляции, страдают от нагрузки. Сначала кровельщики передвигаются по теплоизоляции во время монтажа кровли, а потом по готовой крыше будут ходить и работники эксплуатирующей организации, и со временем верхний теплоизоляционный слой начнет разрушаться. Это заметно даже невооруженным глазом. Если посмотрите на вытоптанной дорожке, местами мембрана выпирает из-за того, что крепеж опустился до основания, и локально образуются пустоты в местах расположения втулок. Из-за этого могут образовываться застойные зоны с лужами, а лужи – это дополнительная нагрузка на кровлю здания. В процессе монтажа кровли теплоизоляционные плиты можно заменить без последствий, не нарушая гидроизоляцию. Но если крыша уже эксплуатируется, то такие плиты просто так не заменишь, потому что будет нарушен и водоизоляционный, и пароизоляционный слой. Поэтому вам нужно знать, как будет эксплуатироваться крыша еще до того, как вы выберете проектное решение. Давайте переместимся в научно-исследовательский институт с НИПРом зданий и познакомимся с руководителем отдела покрытий кровель Пешковой Александрой. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, Мария. Очень приятно. Александра, как давно появилось понятие вытаптываемость в неэксплуатируемых крышах с основанием из теплоизоляционных плит? Впервые о вытаптываемой скроле было известно в 70-е годы прошлого века. При укладке вытаптываемого ковра из рулонных материалов было обнаружено, что основания из теплоизоляционных плит неровные. Есть выщерблинки. Эти выщерблинки появились там, где ходили рабочие. В начале 21 века вопрос вытаптываемости вернулся. Был изучен европейский опыт решения данного вопроса. И было установлено, что наши европейские коллеги разработали аппарат, оборудование для исследования кровли, образца кровли с имитацией по ним пешеходной нагрузки. Сущность метода установки заключается в том, что на ней можно испытать конструкцию кровли целиком с приложением к ней нагрузки от хождения по кровли человека. Для этого собирается образец, состоящий из несущего основания, паралезоляционного, теплоизоляционного и водолеционного слоев. Нагрузку от человека прикладывается с помощью 16 цилиндров, основание которых имитирует подошву обуви человека. С помощью цилиндров состоится как статическая, так и динамическая нагрузка от хождения человека по кровли. За это время было испытано более тысячи образцов с различным конструктивным решением неэксплуатируемой кровли, с различным сочетанием несущего основания, паралезоляционного слоя, теплоизоляционного слоя и водолеционного ковра, с различным способом его укладки. По результатам испытаний был разработан ГОСТ на метод испытания, а сами результаты вошли в основу разработки рекомендаций для проектировщиков по выбору правильного и надежного конструктивного решения неэксплуатируемой кровли, которое позволяет повысить надежность и долговечность неэксплуатируемой кровли, в зависимости от интенсивности приложения к ней пешеходной нагрузки. Данные рекомендации вошли в качестве приложения к основополагающему документу СП кровли. Спасибо, Александр, за интересное и познавательное интервью. Спасибо, Мария. Чтобы ваша кровля была более устойчива к дополнительным нагрузкам, вам нужно заложить в свой проект правильно подобранную систему. А чтобы сделать правильный выбор, воспользуйтесь таблицей К1 из свода правил кровли. В таблице вы сможете подобрать нужный вам тип интенсивности пешеходной нагрузки. А компания Технониколь подготовила, в свою очередь, рекомендации, какие системы подойдут для каждого из типов нагрузки. В следующем ролике мы расскажем, как правильно подобрать решения для вашей кровли. Смотрите таблицу К1 свода правил кровли и проектируйте надежные и долговечные решения согласно рекомендациям. А чтобы сделать это быстрее, воспользуйтесь помощью своего технического специалиста. Это просто. Зайдите на НАФТН в раздел «Контакты», выберите регион и свяжитесь со своим техническим специалистом.